Мировое соглашение как способ избежать сноса. Мэр Сочи провел очередную встречу с обманутыми покупателями жилья. Новые дороги за полгода, сочинские магистрали и реализацию на курорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сегодня оценили депутаты Госдумы России. 5 рублей 32 копейки за квадратный метр взамен капремонт на сотни тысяч рублей. Как в Сочи работает программа фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Кем был бы Пушкин, если бы жил сегодня? Ответ ищут участники фестиваля «Сочи-Мост». Интернет-фестиваль юных читателей стартовал на курорте. Мировое соглашение как способ избежать сноса. Анатолий Пахомов провел очередную встречу с обманутыми покупателями жилья. Глава курорта Анатолий Пахомов встретился с собственниками помещений трех проблемных многоквартирных домов. Все три объекта расположены в Эмеретинской низменности в поселке Мирном. Два дома построены на землях совхоза «Южные культуры», третий на улице Хуторской. В каждом из случаев застройщики знали, что возводить на участке под ИЖС многоквартирные дома незаконно. Глава города лично предупреждал об этом. Правила землекользования – это наши правила, городские. Но после Олимпийских игр президент Российской Федерации сам издал указ о создании зоны ОЦ. Это особо ценная зона, где прописаны критерии, которые не должны превышаться. Главное критерие, которое не должно превышаться, это высота. Застройщик и тот, кто продавал, об этом знали, были уведомлены. Во всех трех самостроях есть обманутые покупатели. Понимая, что многие из них стали жертвами мошеннических махинаций застройщиков, глава города предложил им решение, которое могло бы подойти всем сторонам. Итак, застройщик демонтирует лишние этажи и компенсирует финансовые потери собственникам квартир на этих этажах. За это его не станут привлекать к уголовной ответственности. Оставшиеся собственники создают товарищество собственников недвижимости, с которым мэрия готова будет подписать мировое соглашение. Даже несмотря на то, что значительно превышена площадь застройки. В некоторых случаях эта цифра больше разрешенной в десятки раз. Но на такой компромисс власти города могут пойти лишь с теми, кто зарегистрировал право собственности и уже проживает в домах, расположенных на особо ценной территории Меретинки. А таких объектов там 6 из 21. По остальным снос по всей строгости закона. Виктор Кобылин купил своей маме квартиру в шестиэтажке в поселке Мирном. Документы на жилье оформил по закону. Право собственности на квадратные метры зарегистрированы в юстиции. Сейчас дело по его дому находится в суде. Есть масса нюансов, есть масса нарушений, что со стороны застройщика, что я думаю со стороны судов, что со стороны прокуратуры, надзорных органов. С одной стороны мы говорим, что да, он незаконный, потому что он не удовлетворяет нормам и правилам строительства ОЦ1 зоны. С другой стороны мы говорим, он стоит, у меня есть документы. Я думаю, что здесь надо плотно работать и администрации, и прокуратуры, и судам, и нам как жителям в этом вопросе и найти компромисс. В случае, если застройщик демонтирует три из шести этажей, у собственников дома появится возможность сохранить оставшуюся часть. К слову, рабочие встречи с обманутыми покупателями глава города проводит практически ежедневно. Решение об этом было принято на прошлой неделе на встрече в Доме культуры Центрального района. За это время глава уже пообщался с представителями восьми объектов. По всем найдены пути решения проблемы. Теперь важно, чтобы собственники смогли договориться как с застройщиком, так и между собой. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Депутаты Госдумы сегодня оценили сочинские дороги. Группа парламентариев находится в Сочи с рабочим визитом. После осмотра трассы они провели заседание регионального общественного совета по федеральному партийному проекту «Безопасные дороги». Дороги для Сочи, как в целом и для всей страны, самая важная проблема, которая в нашем городе решается активно, начиная с 2013 года. По оценке экспертов, Сочи – одни из самых лучших дорог в России. Раньше средства на ремонт шли из краевого дорожного фонда, теперь их выделяют по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Он рассчитан на шесть лет. Самое главное, что этот проект дает не только ремонт, но и даст возможность строительства новых дорог, реконструкцию дорог. Что такое реконструкция? Это возможность не только полотно асфальтом покрывать, но и строить тротуары, освещение, ливневки, что немаловажно для дорог нашего города. Реализация национального проекта на курорте позволит действовать и другому проекту – партийному со схожим названием «Безопасные дороги». Он направлен на формирование культуры ответственного вождения и безопасного поведения пешеходов, а также контролю за состоянием дорожного полотна. Сегодня депутаты Государственной Думы пообщались с местными жителями в микрорайоне «Благодать». У них и поинтересовались, как Сочи ремонтируют дороги и все ли в курортном городе готово к началу реализации еще более масштабного проекта. Во всех субъектах у нас есть региональные координаторы и созданные общественные советы, координирующие работу по реализации именно национального проекта. Для нас очень важен ход исполнения национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», начиная с прихода денежных средств с субъекта Российской Федерации, подведением промежуточных итогов, которые мы собираемся сделать в июне месяце и, соответственно, окончанием работ, приемкой работ. Сочи в этом году получит 860 миллионов рублей. Из федерального бюджета – 664 миллиона, четвертую часть – из бюджета Краснодарского края. Подрядная организация уже готова к ремонту автодорог, которая начнется в мае и продлится полгода. Все улицы, которые у нас будут отремонтированы и в этом году, они прошли общественное слушание. То есть первое, с кем мы советуемся и определяем, какие улицы делать, это, конечно, общественность. Но, безусловно, выделяется приоритет на улицы, где наиболее интенсивное движение, где ходит общественный транспорт, подъездные пути к социально значимым объектам, к объектам показа, что важно для нашего города. До 1 декабря в Сочи отремонтируют 63 автомобильных дороги протяженностью более 83 километров. В Центральном районе, например, обновят улицы Конституции и Островского в целом 19 улиц. Полный перечень дорог, которые планируются привести в порядок по федеральной программе, размещен на сайте администрации города Сочи. В него включены и сельские дороги. Елена Овсицын, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Закап ремонт домов сочинцы задолжали более 460 миллионов рублей. Всего 62% жителей исправно оплачивают этот вид сборов. Что может грозить тем, кто игнорирует квитанции за капитальный ремонт и что теряют те дома, где не оплачивают взносы, расскажем в нашем сюжете. Жители дома по улице Рос-82 теперь поднимаются на свои этажи на новом лифте. Его заменили благодаря ответственным сочинцам. Они исправно оплачивали квитанции за капитальный ремонт своего дома. Итог – новый лифт. И таких примеров в Сочи немало. В рамках программы капитального ремонта в 2019 году планируется заменить 68 лифтов. Из них уже 60 на сегодняшний день в работе находятся. В 2018 году был заменен 21 лифт. То есть в этом году наращиваем темпы. Ежемесячная плата по квитанциям за капремонт в Сочи – 5 рублей 32 копейки за квадратный метр. Кстати, это один из самых низких тарифов по стране. Размер платы небольшой, а вот стоимость капремонта порой исчисляется сотнями тысяч рублей. Замена устаревших лифтов, счетчиков, инженерных сетей, ремонт крыши и фасада. На это и многое другое могут рассчитывать те дома, жители которых исправно делают взносы. На Красноармейской 10, например, уже начались работы по замене труб для холодной и горячей воды. На той же улице в 27-м доме работы уже завершены. Жители довольны, когда видят результат. Считают, платили не зря и будут продолжать пополнять фонд. Ведь работы в доме еще много. Заменили горячую и холодную воду. Коммуникации поменяли. Старую на новую? Конечно, необходимо было. Потому что, например, уже холодная вода, там она еле-еле держалась труба. Вся ржавая была. Но не все сочинцы так ответственно подходят к оплате обязательных платежей. По информации Краевого фонда капремонта, местные жители задолжали 461 миллион рублей. То есть, всего 62% горожан не стоят в рядах должников. Остальные рискуют даже лишиться своего имущества, в случае, если не погасят долги по квитанциям. До судебной претензии, передача дела в суд, передача приставам для взимания задолженности, запрет выезда за границу Российской Федерации и, как крайняя мера, наложение ареста на имущество, в том числе на квартиру. На руках у судебных приставов уже есть 94 судебных решения на взыскание. 23 из них уже исполнены. Пока обошлось только арестом банковских карт. В фонде капремонта напомнили, что всегда готовы пойти навстречу должникам. Сочинцы могут оформить рассрочку или составить индивидуальный график платежей. В этом случае пени начислять не будут. Да и судебных приставов в гости ждать не придется. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Дмитрий Говорков, телекомпания ВКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 27 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 10-12 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. О борьбе с подделками и фальсификатом говорили сегодня в краевой администрации. Губернатор Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В совещании приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заместители главы региона, министры, руководители надзорных ведомств, силовых структур и главы муниципалитетов. Фальсифицированная продукция наносит огромный ущерб экономике края. Больше всего контрафакта на рынке пищевой и легкой промышленности, строительных материалов и алкоголя. Как отметил Вениамин Кондратьев, мало просто убрать подделки с рынка, необходимо заменить их качественной продукцией. Сбалансирована должна быть работа в том числе. Мы должны продвигать отечественную продукцию, аналоги которой являются контрафактами. То есть тут быть поактивнее тогда, тут поактивнее. Выдавливать нужно контрафакт. Может быть даже не бороться с ним, а выдавливать. Но системной, качественной работы. Тогда экономика будет расти. Уже легальная экономика, потому что мы за легальную продукцию, которая должна легально на самом деле и продаваться. И ей максимально отдать сегодня рынок. Борьба с контрафактом – это вытеснение контрафакта с полок наших магазинов в целом с края. Для этого может быть нужна огромная системная работа по продвижению отечественной продукции, продуктов и всего, что мы производим. Еще в прошлом году губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение в каждом районе создать специальные комиссии, которые будут следить за ситуацией в муниципалитетах. Сочинские чаеводы планируют экспортировать чай в Сербию. Представители Балканского полуострова ознакомились с работой предприятий Сочи, в том числе Мацестинской чайной фабрики. В рамках ответного визита сочинских парламентариев в Сербии состоялась рабочая встреча, на которой депутаты Градского собрания Сочи обсудили с иностранными коллегами перспективы экспорта мацестинского чая. Проект поставок поддержал и российский экспортный центр. Сейчас в планах мацестинской чайной фабрики проведение переговоров с торговыми сетями, которые тоже выразили заинтересованность в продукте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Отмечу, что Кубань является единственным регионом России, где чай выращивается в промышленных масштабах. В прошлом году на чайных плантациях Сочи было собрано 508 тонн чайного листа. На площадке Российского международного олимпийского университета прошло первое заседание комиссии по культуре и образованию. Представители олимпийского движения собрались, чтобы определить задачи своей работы на ближайший год. Также в ходе встречи были представлены новые образовательные программы. Участники встречи ознакомились с инициативами Международного олимпийского комитета в области образования и культуры. Обсудили перспективы сотрудничества с ведущими университетами мира по подготовке менеджеров для спорта. Особое внимание уделили организационным вопросам и будущим проектам. В частности, образовательным программам, которые помогут спортсменам после завершения карьеры. Российский международный олимпийский университет в Сочи должен стать одной из главных площадок по развитию олимпийского движения. Об этом на курорте заявил глава Олимпийского комитета России. И сегодня же в Олимпийском университете вручили дипломы первым мастерам спортивного управления. 13 человек стали слушателями новой программы профессиональной переподготовки. Программу мастер спортивного управления разработали по заказу Олимпийского комитета России. Для спортсменов, действующих и завершающих карьеру. Тех, кто ориентирован на дальнейшую работу в сфере физкультуры и спорта. На 13 дипломерных специалистов у нас стало больше. У нас увеличилась, если позволите сказать, скамейка запасных. Тех, на кого мы можем положиться, посмотреть на этих специалистов в рамках реализации будущих наших программ. Дипломы выпускники получили из рук главы ОКР Станислава Познякова и глав национальных олимпийских комитетов других стран. РМО уже сотрудничает с Олимпийскими комитетами Армении, Бразилии, Польши, Украины и Казахстана. Чехия стала шестым государством, с которым сегодня подписанным соглашением было официально закреплено сотрудничество. У нас прямые партнерские отношения со многими международными федерациями. Федерация хоккея, федерация бобслей и скелетона, тенниса, керлинга и другими. Я могу назвать 8-10 университетов, с которыми у нас прямые партнерские отношения. Наши студенты ездят в эти университеты на практике, а мы принимаем у себя. Также сегодня ректор РМО подписал соглашение со стадионом ФИШТ. Оно стало формальным закреплением сложившихся партнерских отношений. ФИШТ уже давно стал площадкой для практических занятий студентов Олимпийского университета. Администрация города продолжает работу над проектом «Активное долголетие». Он реализуется на курорте по инициативе главы города Анатолия Пахомова. Цель – помочь людям старшего поколения, интересно проводить досуг. Уже 45 учреждений культуры Сочи распахнули свои двери для людей серебряного возраста. Старость в радость – именно эта фраза должна стать девизом сочинских пенсионеров, уверен глава города. Анатолий Пахомов предложил людям старшего поколения чаще выходить из дома и вместе интересно проводить время. И вот проект «Активное долголетие» полностью реализован на курорте. У пожилых людей появился оптимистичный настрой и планы на новый день. Оказывается, для поддержания здоровья нужно не так и много. В идеале не менее 10 тысяч шагов в день. Для групповых прогулок разработаны маршруты во всех районах Сочи. Три минуты ходьбы снижают давление, а 10 минут ходьбы снизят повышенный холестерин и повышенный сахар и так далее. А 90 минут ходьбы каждый день снизят уровень депрессии у пожилого человека вдвое-втрое. Поэтому вот это одна сторона, чисто физическая. И второе, вообще все занятия физической активностью вызывают выработку в головном мозге гормонов радости. Пока участниками проекта стали 4000 сочинских пенсионеров. Сами они говорят, что с каждым днем их гвардия увеличивается. Те, кто еще не знает, что делать на пенсии, могут присоединиться в любой момент. У всех интересы разные. Можно найти досуг в домах культуры в библиотеках, но в первую очередь активное долголетие – это комплексное оздоровление, включающее в том числе и занятия физкультурой, йогой, дыхательной гимнастикой, танцами. Все это активно практикует группа «Здоровье на бытхе». Вначале, конечно, идет разминка. Потом у нас есть упражнения, которые мы обязательно выполняем. Это дыхание пострельниковой. Потом у нас есть упражнения бубновского. Потом у нас есть упражнения тоже по бубновскому, но с одегощением. Это гантели, гантели. Многие взяли камешки на берегу нашего любимого моря. Здесь занимаются женщины разного возраста, в основном от 60 лет. Самые старшие – 93 года. Сибирячка Нина Михайловна Луганская в молодости даже Днепр переплыла. А в 45-м принимала участие в параде физкультурников в Москве на Красной площади. Когда проходили по Красной площади, я видела очень близко Сталина. Сталина, Инженхауэр, маршала Тита. Ну и пели мы песню «Шагать», осталось нам немного. И так проходили. Первая колонна Российской Федерации заканчивалась Эстонией. Эстонская. Вот и был парад физкультурников. Проект «Активное долголетие» реализуется в Сочи в рамках президентской инициативы «80+. Людям старшего возраста предлагают не только комплекс физических упражнений, но и занятия языками и курсы компьютерной грамотности. Все занятия бесплатные. Елена Авсецова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». 150 юных читателей со всех уголков России собрались в Сочи. Сегодня в Центре дополнительного образования хоста стартовал очный тур 18-го открытого интернет-фестиваля «Сочи-Мост». В этом году он посвящен 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Фестиваль «Сочи-Мост» проходит с 1998 года и традиционно собирает много участников. Ими становятся не только сочинцы. В этом году со своими работами приехали юные любители литературы с 28 регионов страны. Все они прошли заочный этап конкурса, а участниками очного тура, а это 150 человек, стали ребята, чьи работы признаны лучшими. С каждым годом работы становятся интереснее и интереснее. И растет достойная смена будущих литераторов, учителей русского языка и замечательных поэтов, писателей, публицистов и прозаиков. Традиции русской классической литературы, они не теряются. И, как правило, на баттле, который проходит в рамках фестиваля, это очень хорошо и ярко видно. На фестивале участники не только рассказывают стихи и презентуют прочитанные произведения или фильмы. Иногда между ними разгораются споры, ведь каждый может прочувствовать то или иное произведение по-своему. Но всех объединяет любовь к литературе. Даже те, кто сейчас, может быть, не очень заинтересованы литературой, у них есть какой-то потенциал. Они могут полюбить это дело, но просто потому, что их не заинтересовывают. Они так относятся, а, да, Пушкин, как зовут, не помню. И все. Вот так вот, как-то ко всем. Какие-то там поэты есть. А хотелось бы, конечно, чтобы было по-другому. И так можно сделать, я считаю. Дети – это наше будущее. Если их правильно воспитать, то наша страна сможет очень многого добиться. Куда больше, чем потеряла при развале Союза. К тому же я хочу быть похожей на моих учителей. Фестиваль «Сочи-Мост» направлен на то, чтобы приобщить молодое поколение к литературе, театру и кино. Всего здесь семь номинаций. Одна из главных – «К вам пишу», где участники могут обратиться к поэту, как к своему дедушке или наставнику. И рассказать о своей жизни по строкам произведений классика, что для современной молодежи уже стало привычным, отмечают основатели фестиваля. Пушкин сегодня был бы либо хиппи, потому что он любил скитаться здесь и там, где вязь божественной природы, красотам. Либо рэпером, потому что молодое поколение считает, что поэзия перекочевала сегодня в рэп. Пять лет назад в фестивале появилась номинация «ДНК» – «День новой книги». Участники презентуют произведения современных авторов. Есть и номинация «Буктрейлер», в которой ребята делятся своими мыслями по поводу прочитанного. Итоги фестиваля подведут 28 марта. Кстати, любить литературу не только приятно, но и полезно. Победители и лауреаты смогут представить свои дипломы в качестве портфолио при поступлении в ВУЗы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах «Билайн» на 76-й кнопке и в социальных сетях – в группах «Новости Сочи и ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Здание имиджа ведущей – студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...